Спасибо большое, я буду очень краток. Во-первых, господин Тиар, спасибо большое, уважаемые коллеги, тоже спасибо большое за благодарности. Что касается Русского дома в Алжире, мы всё-таки не фонд, не правительственная организация. Для того, чтобы нам официально открыть культурный центр, нам нужно межправительственное соглашение. Это межправительственное соглашение сейчас в стадии согласования находится, и это процесс, который от нас не зависит, к сожалению. Хотя, конечно, мы бы хотели, чтобы этот культурный центр в Алжире открылся. То, что касается молодёжи, я сейчас два слова скажу о тех проектах, программах, которые есть у нашего федерального агентства. Но прежде всего хочу сказать, что, во-первых, нам давно стоит, и сегодняшняя сессия об этом, как мне кажется, многое говорит и многое для этого делает, прекратить отношение к терминологии молодёжи как к некой экзотике, что где-то есть какие-то молодые ребята, сейчас мы их научим. Не надо никого учить. Совсем недавно я участвовал в круглом столе в конференции в Институте Европы, где собирался конкурс молодых дипломатов, молодых исследователей международников имени Андрея Андреевича Громыка. И там сидели молодые исследователи, ценность которых была не в том, что их надо чему-то учить, а в том, что у них просто другая оптика. Они не прошли через тот путь становления представления о мире, через который прошли и мы, и люди старше. И, возможно, именно поэтому у них чуть более свежий и менее замыленный взгляд на происходящее вокруг. Поэтому молодёжь – это не объект, не клиент, это субъект вот тех самых перемен. Поэтому это инициаторы перемен. Далее. Говорилось сегодня, и Мария Владимировна тоже об этом говорила, что и молодёжь – это тот самый инициатор перемен, который иногда бунтарский, явно независимый. Он характеризуется социальной мобильностью, какой-то вариативностью во взглядах и так далее. Это может приводить страны к позитивным изменениям, а может и к катастрофам. Мы видели то, что происходило в ходе арабской весны. Я не говорю о сохранении или несохранении конкретных режимов. Я говорю о том, что изменения эти в ходе арабской весны происходили в том числе и из-за того, что молодёжь, растущее молодое поколение, не находила возможности подъёма по социальным лифтам, не имела возможности добиться большего в плане карьеры, образования и так далее. И брала, так сказать, свою судьбу в собственные руки. Поэтому именно молодёжь часто используется в качестве тарана против политических систем. Это тоже происходит. Нам, когда мы будем говорить об инициаторах перемен, необходимо понимать, что есть определённые характеристики молодёжи, которые имеют абсолютную ценность, которым необходимо апеллировать, чтобы не превращать работу с молодёжью, как с клиентом в какую-то казённую обязанность. В первую очередь, это тяга справедливости. Любая молодёжь ценит это понятие и эту категорию и стремится к этому. Поэтому, мне кажется, социальная польза любых проектов с участием этой самой молодёжи, я всё равно себя ловлю на мысль, что не надо говорить о ней как о клиенте. Востребованность её социальная и так далее, как мне кажется, и является тем самым главным основанием любых проектов и работы с молодёжью, от молодёжи, из молодёжи и так далее. Поэтому мы стараемся, я имею в виду агентство федеральное, стараемся те проекты, которые у нас есть, например, программа «Новое поколение», и, кстати, на российско-африканском форуме тоже довольно много молодых людей в возрасте 25-35 лет, которые по этой программе приехали сюда. Это программа краткосрочных визитов в Российскую Федерацию «Новое поколение». О ней говорил в своей речи президент Владимир Владимирович Путин вчера на пленарном заседании. Это вот именно та самая наша программа Россотрудничества, которая ведёт. Мы стараемся, чтобы ребята, которые приезжают сюда по этой программе, были объединены какими-то профессиональными основами, типа группа айтишников, группа молодых дипломатов, группа журналистов, группа медиков и так далее, чтобы они создавали некие профессиональные связи и обсуждали не просто то, что приятно кататься на пароходике по Неве, что тоже приятно и должно быть, наверное, но тем не менее обсуждают какие-то профессиональные связи, ценности, востребованности и так далее. Ровно это же самое, на тех же самых основаниях мы были рады поучаствовать в программе по школе Станиславского, потому что она востребована, образовательно востребована. Ностальгия и приятное общество – вещь хорошая, должно быть, но тем не менее мы стараемся, чтобы в работе этой всегда была некая социальная польза. Спасибо большое. Спасибо.